В одном из прошлых выпусков мы посеяли раннеспелый огурец для выращивания на подоконнике. Пока Кураж F1 в аквариуме выгоняет первые листочки, мы с экспертом рассматриваем лучшие из лучших раннеспелых гибридов, проверенных тепличными хозяйствами Самарской области. Какие из сортов и гибридов огуречных любимые в Самарской области, проверенные временем? И на вашем опыте показали многолетний, самый лучший, оптимальный результат. Вот что выращивают наши тепличные комбинаты? Крупный, наш Самарский, Тольятти, огурец, Атлет. Почему им нужно создать конкуренцию с зарубежным огурцам? Атлет – пчелопыляемый огурец. И он самый вкусный из всех. Это классика. А вот в Кенель-Черкассах ответ не выращивают. Потому что, видите, слишком много чего нужно к этому. И выращивают тоже вкусные огурцы, тоже фирмы Гавриш. Это Раис и Кадет. Кадет, он понежнее, но имеет листву побольше. То есть с ним работы побольше. А Раис, он более неприхотливый. Ну, правда, семена стоят чуть-чуть подороже. Но тоже оба вкусные. А вот что лучшего есть для выращивания в первом? Во втором обороте, да? Лидером является огурец Кураж. Почему? Потому что он вкусный и самый урожайный. То есть, представляете, одновременно может из одной точечки, из-под листика до 10 огурчиков формироваться. Но многие не могут все огурцы выращивать, потому что не хватает питания. И вот тут профессионалы, они получают. Дачники, они получают, конечно, меньше урожайность, да? Из-за недостатка питания, да? Какие особенности этого огурца? Как получить вот эту большую урожайность, да? То есть, надо использовать недостатки, которые есть у этого огурца. Какой недостаток? Слабая корневая система. Ну, в отличие от конкурентов, да, некоторых. Но, значит, нужно сделать, положить в грунт пористый, сделать, чтобы корневая система развивалась. То есть, создать все условия для ее максимального развития. Вот, ну, обычно тепличные комбинаты берут горшочек 0,5 литра. Но дачники или дачники могут схитрить. Они могут в рассаде сделать корневую систему в 10 литров и получить высочайший урожай. Вот фирма Гавриш разработала новый огурец, называется Атаман. Профессор Гавриш сказал, он приближен по урожайности к урожу. Но у него лучшая транспортабельность, более мощная корневая система. Огурец чуть-чуть больше. Но вот на юге уже прижился огурец мамлюк, который обладает большей транспортабельностью. Он более красивый. Ну, по урожайности он уступает. По вкусу он тоже будет уступать. Я пробовал, выращивал в том году эти огурцы все, да, уступает. Но есть еще, например, огурец динамит. Есть вот интересный огурец алюр. Вот алюр, он более шипастый. Вот если дать ребенку этот огурец так, то он ему не понравится. Он будет колючий. Но те, кто реализует, кому нужно перевозить на дальнее расстояние, да, алюр будет тоже неплохим огурцом. А дачники, которые не знают куража, они сразу влюбились в щедрик и мурашка. Для них это тоже огурцы. Но если говорить по урожайности, конечно, кураж, он будет иметь преимущество. Рекордсмен-кураж прежде всего хорош для употребления в свежем виде. По вкусу и сочному хрусту ему нет равных. Для консервации эксперт советует выращивать более плотные гибриды. Мамлюк, алюр, барселону, динамит и, конечно же, старых знакомых щедрика и мурашку. Хотя вкусовые качества любого огурца зависят не только от сорта, но и условий выращивания. Качество огурца можно улучшить. Как? За счет кальция. Вот однажды мы кушали один огурец с кальцием и без кальция. Вот один и тот же огурец. Но оказалось, что если использовали при выращивании кальций, то он получается более хрустящий огурец. То есть получается более плотный. То есть можно регулировать за счет питания. О том, как все вышеперечисленные гибриды можно вырастить в обычной квартире, расскажут известные интернет-огородники. Интернет-огородница Татьяна успешно выращивает огурцы дома в плотных пакетах. По ее мнению, пакет – это самая дешевая и компактная тара. На подоконнике, где умещается 5-6 пакетов, встанет всего 2-3 ведра. Секрет урожаев от Татьяны – одному растению дается не менее 7-10 литров почвы. Еще один авторский прием – вместо дренажа блогер использует целую яичную скорлупу. А вот Олег Карп выращивает огурцы дома исключительно в цветочных горшках высотой 35 см. На дно кладет битый кирпич, а вместо подвязывания плитей использует колышки из веток. У потомственного агронома из Южного региона России есть традиция – каждый год к 8 марта собирать первый урожай свежих огурцов. Выращивает блогер их дома на подоконнике, при этом сажает каждый корень в горшок емкостью 5 литров и удаляет все завязи, кроме битого.